В субботу, 8 февраля, прошло интересное событие на Синявинских высотах – внедорожное приключение. Это было первое в этом году мероприятие, организаторами которого явились автоклуб Приладога и мотосалон Алекс Моторс. Ну, собственно, зимние мероприятия как бы достаточно редки. Мы собрались здесь, возле мемориала Синявинские высоты, на трофе-рейд. Это будет GPS-ориентирование, сбор контрольных точек. Это, собственно, просто уикенд, без какого-либо там уж очень тяжелого бездорожья. Поэтому здесь будет много отдыхающих с детьми. Это такое общее повеселительное массовое мероприятие. Участниками стали жители города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В том числе активное участие приняли кировчане. Молодцы организаторы на самом деле. Автоприладоги, респект большой. Просто за такие проведения гона, короче. Вот надеемся, надеемся, что это не последний раз, не последний раз. И что в будущем, в будущем это будет продвигаться не только зимой, но, соответственно, и летом. Организаторы не планировали глобального экстрима, а ориентировались на семей на отдых на свежем воздухе. Было много семей с детьми. И даже самые маленькие охотно раздавали интервью. Чай, ёлку, зай, яши, мягушки, чай, капюшки. Командный дух царил в воздухе. Желающих поучаствовать в интересном экстремальном заезде оказалось немало. Автомобили от российского автопрома до иномарок разной категории охотно и успешно брали контрольные точки по GPS-ориентированию. Это первое зимнее приключение в этом году. Будет оно ежедневно, оно будет проходить потом, в следующий раз, в трехдневном марафоне. Категория «Лайт» берут у нас точки автомобилей 10, 20, 30. Есть желание взять сороковушку, лучше выйти из машины, пройтись пешком, посмотреть сначала, а потом ее попробовать взять. Значит, находим по координатам точку, берем ее в правую руку на объекте, левой рукой на стекле. Вас сфотографирует штурман, точка взята. К сожалению, не всем пришлось по плечу столь увлекательное путешествие по местным лесам. Первое место, к сожалению, одно. Зато проверить себя и своего, так сказать, боевого коня удалось всем. Это своего рода популяризация технических видов спорта, повышение уровня водительского мастерства. Очень хорошо, патриотично. Подготовил машину, купил новые колеса. Очень рад, что есть такие люди, которые организовывают такие мероприятия на таких памятных местах. Для гостей и участников было организовано много интересных развлечений. Тест-драйв на снегоходах и квадроциклах, полевая армейская кухня, пышки и кофе, ярмарка ремесел, лучевой тир, катание на ватрушках, ходьба на ходулях. Ну и, конечно же, внедорожное ориентирование, ради чего все и собрались. Ведь это не только здоровый образ жизни и активный семейный отдых. Это еще и культурное мероприятие, которое проходило в историческом месте. Сегодня на Айс-Ладоге собрались все питерские областные клубы, которые существуют из внедорожья. Также из мотоциклетных клубов. Это представители Аликс-клуба, все 4х4, автоприладога, Коупина, все дороги и так далее. Всех мы ждали в гости. Это первые зимние наши соревнования. Мы их будем теперь проводить ежегодно. Но на разных площадках, в разных районах Ленинградской области. Мы хотим отдать дань, так скажем, всем бойцам, которые именно отсюда, неподалеку, пробили фашистскую блокаду. И помогли тем самым освободить наш любимый город Санкт-Петербург. Кто-то приехал посмотреть, кто-то поучаствовать. И, как нам показалось, все остались очень довольны. Татьяна Ливенцева, Ксения Иванова, Ладога ТВ.